В России назвали худшие регионы по расселению аварийного жилья. В большинстве субъектов программа переселения идет со скрипом. Похвастаться отсутствием бараков могут лишь Москва и Ненецкий округ. Но есть один немаловажный момент. Речь идет только о тех домах, которые признаны ветхими еще до 2012 года. Сегодня в улучшении жилищных условий нуждаются порядка 500 городских семей. Программа по переселению аварийного жилья в этом году сорвана. И это факт. Новые квартиры получили единицы. А ведь по плану власти рассчитывали расселить 32 дома. Неутешительные данные озвучили сами чиновники. Репортаж Олега Хатанзейского. Наринмар ветхими домами, пожалуй, не удивишь. Из 430 больше 50 имеют этот печальный статус. Все они подлежат сносу. Теперь представьте, переселить в новое квартиры необходимо порядка 500 семей. На сегодняшний день задача для региона невыполнимая. Конечно, и плакали, и вдали, и все. Она едва сдерживает слезы. В этих условиях Людмила выросла, теперь растит своих детей. Раньше жильцы этого дома охотнее общались с прессой. Все надеясь, что их квартирный вопрос можно будет решить в короткие сроки. Нисколько не верю. Да если даже не сносили, то коммуналку бы снизили. В два раза хотя бы. Мы платим вообще бешеные деньги. За небольшую комнату молодая мама платит, как за шикарные апартаменты. В туалет ходит прямо здесь. Общественный наводит страх. Вот это так называемая несущая стена. Она выпирает наружу буквально на полметра. Это видно невооруженным глазом. Страшно представить, что будет, если конструкция рухнет под натиском веса. Сейчас здесь образовалась огромная щель. Помещается даже рука. Стена рассыпается на части. На фоне этого старое общежитие аварийным не считается. Все чаще здесь поговаривают о том, что в доме планируют провести капитальный ремонт, который строение, вероятно, не выдержит. Типичное общежитие с общими кухней, туалетом и ванной комнатой. Раньше здесь люди, конечно же, принимали водные процедуры. Но сейчас повсюду наблюдается полнейшая антисанитария. Сыплется штукатурка, грибок и плесень. Впрочем, здесь есть как холодная, так и горячая вода. Вот она чувствуется. И стоит отметить, что до такого состояния эту комнату довели сами жильцы. Все стены в трещинах, полы проваливаются, под домом выгребная яма. Под одной крышей здесь ютятся по несколько поколений семей. Душевой кабины не хватает. Ну, душа. Душ что-то, ну, разнести душ. Сейчас как бы никто делать не собирается. Из-за этого приходится в баню ходить. Владимир эту комнату снимает. За пять тысяч его распоряжение сломанный диван, шкаф и неработающий телевизор. Больше, говорит, не надо. Кто что-то заслужил, я думаю. Ну, вы что-то не заслужили или вы как считаете? Ну, я как бы работаю. Ну, за такие деньги, я думаю, за пять тысяч в месяц можно снимать здесь. Ну, вот такую холупу. Не так давно Ленина 30 признали аварийным. Дом, скорее всего, поведет так называемый второй этап. Поэтому о ближайшем расселении говорить некорректно. Просто некуда. В городе не реализован даже первый этап. Его списке 32 дома. Переслили лишь 8. Сроки программы будут сдвигать. Здесь, чем мы вынуждены были перенести его на 16-й год. То есть, там было, если мне память не изменяет, 497 нуждающихся. Расселено у нас порядка 90 с лишним. Ну, будем стараться за 16-й год цифру приблизить к нулю. В микрорайоне Авиаторов к сдачу готовят 11-секционный жилой дом. Большинство квартир, всего их 218, распределят между так называемыми очередниками. Часть жилфонда город вправе использовать и для других категорий граждан. Ну, скажем, это тоже нуждающиеся. Но пока глава говорит о том, что да, основная масса этих квартир будет для очередников. Речи о переселении в новый дом тех, кто живет в аварийном фонде, конечно, стоит. Но перспективы очень смутные. Все зависит от многих факторов. Чиновники их не раскрывают. Глобальность этой проблемы, она очень большая. И даже если, например, весь бы этот дом был отдан для переселения ветхоаварийного, его бы не хватило. Потому что, ну, в общем сложности на сегодняшний день вопрос стоит о расселении более 50 домов. Еще одна проблема ветхого жилья – из плохого выбрать наихудшее. Расселяя дома, по сути, не по очередности, она отсутствует. Поэтому многие новые квартиры ждут год, два, а то и 10 лет. Порядок он все равно более-менее формируется. Он формируется по степени износа домов. Ну, также исходя из возможности освоения той территории, где эти дома подлежат сносу. За моей спиной аварийный Рыбацкий-18. Формально жильцов этого дома уже расселили. Новую квартиру не получила лишь одна семья. Она не смогла найти компромисс с мэрией. Такие истории отнюдь не редкость. Видно, что сейчас попасть туда постороннему невозможно. Здесь написано «дом не расселен», ведется видеонаблюдение. Звоните на мобильный телефон жильцам. Скорее всего, входную дверь заблокировали в целях безопасности от так называемых непрошенных гостей. Семьи, которые продолжают жить в таких полупустых бараках, вероятнее всего, получат квартиры в новом доме на авиаторах. Заселение произойдет в ближайшие месяцы. Кстати, вот рядом с ГТО «Монолитом» строится очередная пятиэтажка. Туда, по словам чиновников, заселят тех, кто живет сейчас в аварийном фонде. Но кто получит квартиру в первую очередь, так и не ясно. Олег Котензейский, Александр Дуркин, Роман Делимарский, Вадим Стасюк и Андрей Котов. Телеканал «Север». Добавляем в течение недели. Продолжение следует...